Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели нашего служения, те, которые с нами находятся в прямом эфире, мы благодарны Господу за эту возможность и привилегию быть в Его Доме в это воскресное утро, прославлять Господа, молиться вместе, учитывая те обстоятельства жизни, в которой находится мир, Церковь. Это очень важно сегодня – обращаться к Слову, обращаться к тому, который контролирует этот мир, который допускает, который проводит этими путями, этими испытаниями. Это очень важно. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Предлагаю вместе поразмышлять над этим текстом. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Звучит так. «Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Братья и сестры, мы продолжаем рассуждать об удивительной личности Господе Иисусе Христе, второй личности Божества, Мессии, Царе Израильском, Учители, Наставники, Господи, Спасители, Сыне Божьим и Сынем Человеческом. В прошлое воскресенье мы слышали слово на тему «Сын человеческий в Ветхом Завете». Мы сегодня будем рассуждать «Сын человеческий в Новом Завете». Это удивительная, братья и сестры, личность. Для того, чтобы люди могли узнать об этой личности Иисусе Христе, Господь избирает четырех евангелистов, которые на протяжении многих времени, на протяжении определенных событий дают возможность познакомиться с этим человеком, с этой личностью, с Сынем Божьим и Сынем Человеческом, чтобы показать его характер, его жизнь, его служение, его учение, его отношение к людям, к врагам. Христос пришел в этот мир удивительным путем. Зачатие его было сверхъестественным. Рождение его было естественным. Он родился от смертной матери и от бессмертного отца. Пришел в этот мир, подчинившись абсолютно всем законам рождения, как приходит каждый человек. Братья и сестры, мы видим, как с первых минут своей жизни Христос подчиняется законам любого младенца, с первым криком младенца и до последнего вздоха на Голговском кресте, при этом абсолютно не ограничивая, не пытаясь как-то уйти от этой реальности, находясь в человеческом теле. Он родился в бедной иудейской семье и по бычаю того времени, на восьмой день, когда был совершен обряд обрезания, ему дали имя Иисус, что значит спасение, или Бог есть спасение, или Иегова спасает. Когда Иисус Христос вырос, вышел на служение, его ученики и некоторые люди признали в нем Христа и называли его Иисус Христос. Христос – это греческое слово, которое переводится на наш язык как «Мессия» или «Помазанный». Братья и сестры, почему я начал свою проповедь, обращая внимание с титула Иисуса Христа, с имен Иисуса Христа, как к нему обращались? На мой взгляд, дело в том, что при чтении всех Евангелий, которые описывают личность Иисуса Христа, можно заметить очень интересный факт, одну очень важную особенность, что, мне кажется, что описывая жизнь Иисуса Христа, евангелисты столкнулись с определенной трудностью, которая заключалась в следующем. они должны были передать не только жизнь Иисуса Христа, Его служение, Его учение, но они должны были передать и природу той личности, с которой они встретились. А как это сделать, если в их окружении, в окружающем мире не было терминов для писания природы Христа? Братья и сестры, Писание говорит, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Они видели перед собой человека, который говорил, который ел, пил, который отдыхал, который уставал. Обычный человек, но вместе с тем они прекрасно понимали, что кто этот человек? Никто не говорит, как он. Никто не совершает такие чудеса, как совершал Иисус Христос. И поэтому они, мне кажется, столкнулись вот с этой проблемой, чтобы передать эту природу, этой личности, кто он есть на самом деле. Помните, когда евангелист Иоанн уже писал свое послание, и главу, первый стих, он начинает с таких слов. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Обратите внимание, называют, казалось бы, да, он был с ним, возлежал на груди, но евангелист Иоанн не дерзает, не пытается назвать это словом, истину, эту сыном человеческим. Я думаю, что даже вот апостол Павел, обладающий прекрасным образованием, духовным опытом, не смог найти, даже апостол Павел, вот это не употребляет этот термин, сын человеческий. Поэтому ученики Христа использовали для обращения ко Христу титулы, которые мы сегодня уже упоминали. Они называли его учитель, называли его наставник, называли его рави, называли его Господь, называл даже слепой Вартимей Иисус, сын Давидов или сын Авраамов, сын Божий. Но заметьте, на протяжении всех четырех Евангелий ученики никогда не обратились к Иисусу Христу с обращением «Сын человеческий». В Евангелии мы встречаем около более 65 раз. На страницах Священного Писания четырех Евангелий более 65 раз мы встречаем это слово «Сын человеческий». И его всегда произносит только Иисус Христос. Почему? Давайте попробуем разобраться вместе в этом вопросе. Для этого я хотел бы обратить внимание на три разных категории людей, которые находились с Иисусом Христом, на учеников, которые были ближе всего с Ним, на лидеров, религиозных лидеров, которые окружали Христа, и на простых людей, которым Он проповедовал, которых Он учил. Первый текст Священного Писания предлагаю Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. «Придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Обратите внимание, Христос хочет спросить учеников, узнать. Он не компрометирует, Он не пытается провоцировать как-то их, знаете, вести в заблуждение. Он хочет, чтобы ученики были вовлечены в этот разговор, задает им этот вопрос. «За кого почитает Меня и подчеркивает свой титул Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Казалось бы, действительно, Он поощряет, одобряет и утверждает то, что сказал Симон Петр, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Братья и сестры, обратите внимание, когда мы смотрим на этот же разговор, на этот же диалог, который передает нам евангелист Марк, то после исповедания Петром, признания Его Христом, мы видим, что Иисус Христос запрещает своим ученикам говорить о Нем. Смотрите, как евангелист Марк это передает, 8 глава, 30 стих, евангелист Марк говорит так, «И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем». И дальше обращает внимание, что Христос обращает внимание, смотрите, на учеников своих, и начал с 31 стиха, и начал учить их, что Сыну Человеческому должно много пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убитым в третий день, воскреснуть. Иисус Христос обращает своих учеников внимание не на как Христа, который исповедал Петр, но как на Сына Человеческого. Следующая ситуация, следующая, давайте посмотрим, группа людей. Это Христос находится перед Синедрионом, перед своими страданиями находится, религиозными людьми собрался весь этот Синод, вся эта группа большая людей, первосвященники, старейшины, книжники. И евангелист Марк, 14 глава, 61 стиха, обратите внимание, задают ему вопрос, опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? Ответ Христа, 62 стихе, Иисус сказал, я. Обратите внимание, люди, для чего, Господи, ты пришел на эту землю? Для того, чтобы те признали Христом Сына Благословенного. И он говорит, да, отвечает я. И дальнейше смотрите, что он говорит, и вы узрите кого? Сына Человеческого. Вы узрите не Мессию, вы узрите не Христа, вы узрите Сына Человеческого, сидящего десну и силы, и грядущего на облаках. Вам не кажется немного как бы странный вот такой ответ Христа? Если он говорит, я, то логично признать, говорит, да, я Христос, Сын Благословенного, и вы увидите одесную на облаках небесных. Следующая ситуация, которая сложилась, отношение Христа с людьми, которые окружали Его. 12 глава Евангелия Теана передает нам о событиях, которые Христос говорил о Своем страдании. В этой главе Христос говорит о пшеничном зерне, которое должно упасть в землю и умереть, чтобы принесло много плода. Христос говорит о Своей смерти. И вот вопрос народа. 12 глава, 34 стих. Иван Галития Теана, 12 глава, 34 стих. Народ говорит, отвечал Ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено быть Сыну Человеческому? Обратите внимание, ты говоришь, не мы. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Три с половиной года Христос находится на служении, в окружении учеников, проповедует, учит, они видят Его, ест и пьет. Такой же обычный человек, подходит время страдания, люди задают вопрос, кто этот Сын Человеческий? Удивительно, казалось бы, ситуация сложилась, Господи, почему же вот такое непонимание Твоей природы? Кто Он есть? Братья и сестры, поиск ответа на сложившуюся ситуацию мы должны искать в национальном, религиозном сознании иудеев, учеников и всех людей, которые жили во время Иисуса Христа и во время Ветхого Завета, почему в людей того времени не было ясного, четкого понимания, кто этот? Почему Его ни разу за все время ни ученики, ни люди на протяжении всей истории так и не назвали Сын Человеческий? Братья и сестры, мы хорошо знаем, что из пророчиц Ветхого Завета каждый иудей знал, что ожидаемый Христос должен быть из колена Иудина и из потомков царя Давида. Миссию ожидали все, саддукеи, фарисеи, ожидали простые люди, ожидали сына Давидова, сына Авраамова, который восстановит царство Израиля, который восстановит справедливость, наступит этот период, золотой век, благоденствие, то, о чем было предсказано еще в Ветхом Завете. И вот на протяжении всех этих веков у людей вот как бы выкристалилась вот эта идея, это ожидание, понимание, что Он придет, придет Мессия, ожидаемый для народа Израильского. И настолько это они пропитались вот этим ожиданием, этим состоянием, этим пониманием, что я бы сказал, что сложилось как бы пограничный столб, который разделял тех людей, которые верили, которые ожидали, и те, которые не думали об этом, или которые не считали так, на своих как бы и чужих. Мессия – это ожидаемый царь, который должен был прийти и решить все их проблемы, освободить от римлян, восстановить былую славу Израиля. И эта национальная идея стала неким стержнем нации, которая объединила их всех в одно. Благодаря этому они могли проходить трудный путь испытания, каких-то войн, гонений. Они знали, что Он придет, придет Мессия. Братья и сестры, какого же было удивления людей? Тот, который ожидали, пришел простым человеком, ест и пьет с мытарями и грешниками, называет себя вновь и вновь более 65 раз Сын человеческий. Он весь себя ведет как-то необычно, не так, как все люди. Братья и сестры, и возникает вопрос, почему Христос именно вот так вот себя Он представлял? Потому что Христос понимал, если Он бы согласился, согласился с пониманием людей, которые ожидали царя, помните, когда было время, они хотели сделать Его царем, почему? Кормит. Кормит людей, оказывается. Хотели прийти сделать Его царем. Ученики задают Ему вопрос уже после воскресения, Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилева? А Он говорит им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Господь положил в Своей власти. Братья и сестры, если Христос согласился с пониманием того, что действительно Он является Мессия для народа израильского, братья и сестры, скажите, стала бы эта благая весть, стала бы Евангелие, братья и сестры, достоянием нам с вами и всех народов. Иисус Христос является Спасителем всего мира, Иисус Христос является Мессией для всех народов, Иисус Христос является Царем для всех людей, братья и сестры. Это очень важно, когда мы смотрим, братья и сестры, за пределами четырех Евангелий. Это выражение в Новом Завете, братья и сестры, встречается только в деянии святых апостолов. Интересно, даже после того, когда Иисус Христос совершил свое искупление, тогда, когда Он встал и совершил это дело для всех людей, первая церковь, первые апостолы, первые люди, которые жили, они с трудом могли это вместить и понимать эту истину. За пределами четырех Евангелий мы встречаем только книга «Деяния апостолов». В очень необычной ситуации, когда Стефана побивали уже камнями, мученик, первый мученик, обратил внимание братья и сестры не на людей, это пришло ему откровение, это истина, понимание, а пришла на это ему с неба. Когда мы читаем «Деяния апостолов», 7 глава, 55-56 стих, «Стефан же, будучи исполнил Святого Духа», обратите внимание, его состояние, Стефана, «возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога». Обратите внимание, как Стефан, который находится уже в преддверии смерти, в преддверии, когда он отойдет к Господу, обратите внимание, как он исповедует Иисуса, стоящего одесной Бога, и сказал «Вот я вижу небеса отверстия из Сына человеческого, стоящего одесную Бога». Как трудно, братья и сестры, людям было признать в Спасителе, в Иисусе Христе, даже в Христе Помазаннике, в Мессии, признать Сына человеческого, тот, который пришел не только для израильского народа, но тот, который пришел для всех людей, братья и сестры. Вот почему Иисус Христос вновь и вновь, даже тогда, когда враги уже были готовы признать Его за Сына Божия, Сына Благословенного, Он говорит «Я, вы увидите все-таки Сына человеческого». И мы читаем только два места в книге Откровения, в книге Откровения дважды и опять-таки в особых состояниях, когда Иоанн, богословно находясь на острове Патмос, увидел среди семи светильников и, братья и сестры, то написано подобного Сыну человеческому. Не представлен Сын Божий, представлен Сын человеческий в вечности, братья и сестры. Поэтому сегодня мы им нашего Господа, братья и сестры, как Сына человеческого, который пришел, принял плод человека, смирил себя, стал послушными до смерти крестной. Вот почему Христос сегодня является доступным, братья и сестры, для каждого человека, доступным для понимания, для восприятия. Он не где-то отдаленный, он не где-то находится в иконе, он не где-то находится за пределом, находится среди людей. Вот почему его жизнь была, братья и сестры, как человека с большой буквы, который понимал нужды людей, который плакал, который голодал, который болел, который томился, который переживал разлуку. Братья и сестры, вот кого мы имеем, какого Бога, пред Которого мы сегодня ходим, ходим, поклоняемся, любим и ожидаем, братья и сестры, и когда Он придет, как Иоанн и в 14 главе, и в 1 главе книги Откровения, 1 глава, 13 стих, 14 глава, 14 стих, Сын Человеческий придет, Сын Божий, который придет за нами и который будет разделять славу братья и сестры, и Он будет в том теле прославленный всю вечность, в теле после своего воскресения. И апостол Павел во всех посланиях, братья и сестры, нигде мы не встречаем Сын Человеческий. Но апостол Павел, понимая эту драгоценную истину, как было она трудна для иудеев первых поколений, он показывает другого Господа в послании Галатам, и он показывает ту цель, ради которой Христос пришел. И он говорит о том, что Христос является Спасителем всего мира, что у Христа была другая цель не только быть Спасителем для одного народа своего, а для всех, для нас, язычников. И он показывает вот эту божественную семью или замысел Божий в послании Галатам, 3 глава, 28 стих, он говорит, где нет уже иудея, нет язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все в одно во Христе и Иисусе. Братья и сестры, вот такое понимание Христа, вот такое понимание Библии на отношения Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Друзья мои, пусть Господь нас в этом благословит. Вторая истина в этом стихе, которую мы видим, это Иисус Христос четко показал свое назначение или свою цель, почему Он пришел на эту землю. Она очень простая, в двух словах заключается Его обращение или Его миссия на этой земле. Он сказал, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Послужить. Кроме того, что мы видим Иисуса Христа проповедующим, который принес свое учение, кроме того, что мы видим Иисуса Христа, который учит своих учеников и совершает великое дело искупления, братья и сестры, мы видим, что на протяжении всего времени, три с половиной года, Христос служит людям. Как и в то время и сегодня, люди нуждались, чтобы в самых необходимых, в базовых вещах, люди нуждались покушать. Христос кормил голодных людей. Люди болели, Христос приходил, исцелял. Христос прикасался к прокаженным, исцелял больных, слепых, бедных. Люди умирали, Христос приходил, мы видим, встречаем, Он исцеляет из мертвых. Друзья, вся Его жизнь была посвящена этому делу, служению. Я пришел, чтобы послужить людям. И я думаю, для чего Он делал? Я думаю, что Он хотел показать самое великое предназначение, какое может только иметь человеческая жизнь на этой земле, братья и сестры, это служить другим людям. Братья и сестры, Он принес не только учение, Он не только принес искупление, Он не только пришел сделать нас праведными и святых, но Он пришел для того, чтобы мы взяли пример и следовали Ему в нашей жизни. Служить другим людям. Помните, когда он в 13 главе, 14-15 стих Евангелия от Иоанна, перед своими страданиями, зная, что уже пришел час, он преподнес очень хороший урок своим ученикам. Он сделал то, что не должен был делать. Он сделал служение, стал рабом. Помните, он начал умывать ноги своим ученикам, отирать полотенцем. Это было очень странно, потому что эта работа была рабов, это было служение не учителя. Обратите внимание, что он говорит. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. И далее он говорил, я дал вам пример. Обратите внимание, дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Братья и сестры, речь не идет об умытии в буквальном смысле. Хотя и в этом нет греха, когда есть в этом служении необходимость. Речь идет, чтобы я дал вам пример, чтобы вы смирялись, умолялись и служили людям, которые окружают вас. Апостол Павел, подобная вот мысль прослеживается апостола Павла, Ефесина, 2 глава, 10 стих. Он говорит, что ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Служение, братья и сестры, которое мы совершаем на этой земле, как искупленные дети Божьи, делает нас похожими на Христа. Когда мы служим, братья и сестры, другим людям, в чем бы это ни выражалось, это делает нас похожими на Иисуса Христа, потому что Он для этого пришел, Сын Человеческий. Дело Церкви – это дело Бога на земле. Можем мы себе представить хотя бы на минуту, братья и сестры, если бы Христос был членом нашей Церкви? Вот давайте себе представим Иисуса Христа, который посещает нашу Церковь, перенесемся в реальное время. И Он ничего не делает в Церкви. Можете себе представить? Трудно, правда? Я думаю, чтобы Он делал и делал многое. Трудно представить Христа, пришедшим на утреннее воскресное служение. Это бы, сказали, не тот Христос. Вся Его жизнь, братья и сестры, была наполнена служением людям, потому что для этого Он пришел, Сын Человеческий, чтобы не Ему служили. Когда мы служим, это приносит славу Богу. Когда верующие люди, Церковь служит в различных служениях, братья и сестры, мы видим на страницах Писания, что Господь наделяет каждого спасенного и возрожденного человека хотя бы одним даром. Условно можно разделить на две группы – те, которые служат словом и те, которые служат различными служениями. На протяжении прошедшей недели и которые будут неделя в нашей церкви проходят служение. И оно важно. Это служение, которое делал Христос, братья и сестры, живя на этой земле. Он заботился о тех, кто нуждается в хлебе, в крови. И когда мы это совершаем, братья и сестры, это приносит славу Богу. Апостол Петр в 1 послании, 4 глава, 10-11 стих, он пишет так. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрый домостроитель и многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. А далее он говорит, служит ли кто. Служи по силе, какую дает Бог». Для чего? «Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа». 1 Петра, 4 глава, 10-11 стих. «Говоришь ли, если участвуешь в служении Словом, в воскресной школе, в домашней группе, проводишь занятия, как Слова Божие. А дальше он говорит, служит ли кто. Служи как? По силе. Можешь что-то сделать, принести, сколько можно сделать по силе. Делай по силе, какую дает Бог». А результат этом, чтобы прославился Бог через Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, когда мы служим, мы выражаем нашу не только славу Богу, мы выражаем нашу любовь к Богу. Служение христиан друг другу или в церкви, или за пределом этого мира – это один из самых ярких способов, путей выразить нашу любовь к Богу. И апостол Павел, 6 глава, 10 стих, он говорит так. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Недостаточно, братья и сестры, иметь правильную доктрину, правильное вероучение. Недостаточно знать правила благочестия. Очень важно иметь сердце Христа. Этим определяется истинная жизнь христиан, братья и сестры. Однажды семейную пару, которая несла долгие годы служения в одной из бедных африканских странах, и когда они вернулись домой, в его и ее семье, в окружении задали вопрос. «Вам нравится то, что вы делаете?» Они помолчали и ответили. «Нам, женой, не нравится грязь. В нашей стране и в нашей семье, где мы жили долгие годы, мы привыкли вести чистую, аккуратную жизнь, для этого позволяли и возможности, и условия. Нам не нравится видеть и приходить в семьи, в лачуги бедные, где дети живут, может быть, животными, вынуждены питаться из грязной посуды, болеть. Нам не нравится, как людям. Но разве это наш выбор? Это высокое поручение, которое Господь нам повелел. Идите! И что наше служение по сравнению с тем, что делал Сын Человеческий, Сын Божий, абсолютно святой, безгрешный, который пришел на эту землю, который жил среди людей, поэтому к Нему и тянулись, и прикасались, который встречался с объерженными, бездомными, прокаженными, слепыми. Вот почему, братья и сестры, они ответили, мы находимся там. Кто-то сказал такие слова, кто-то может попробовать служить Богу, не любя Его, но никто не может любить Бога, не служа Ему. кто-то может попробовать служить Богу, при этом не любя Бога, но никто не сможет любить Бога, при этом не служа Ему. Великий Спержин когда-то сказал, нет христианина, который бы не искал бы служить своему Богу, «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И Его служение не ограничилось, братья и сестры, только теми делами, которые Он совершил. Он пошел до конца. Он совершил великое искупление, доказав свою величайшую любовь, и оставил нам в этом пример. И апостол Павел, который обратился к Господу в своей жизни, он так понимал свое служение и служение тех людей, которые окружали Его. Во втором послании Коринфянам, 6 глава, 4-5 стихе, он говорит так, «Но во всем являя себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, неизмерной, нелицемерной любви». Братья и сестры, пусть этот образ, образ Сына Человеческого, станет для нас еще ближе. Пусть Его труд, Его служение найдут отражение в нашей повседневной жизни. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся.